Добрый день, дорогие друзья. Как обычно, по вторникам мы рассказываем истории нового бизнеса. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Максимум» Михаил Мехков. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Сразу расскажу вам все наши координаты. 6510996, московский телефон, есть сайт финам.фм, заходите на страничку программы вдоль. В общем-то, бизнес-то, конечно, новый, но в деле Михаил очень давно. И, как неудивительно, сегодня мы будем говорить об образовании, о бизнесе в сфере образования, хотя многие будут, наверное, сейчас сомневаться в том, что это, в принципе, возможно. Это, наверное, даже хуже, чем бизнес в медицине, еще сложнее. Но, тем не менее, Михаил, чем занимается компания «Максимум»? Компания «Максимум» занимается, в принципе, подготовкой к экзаменам и тестам. Подготавливает учеников, школьников и, в принципе, не только школьников в будущем к всевозможным экзаменам, барьерам, которым надо переходить. Допустим, такие экзамены, как ГИА, ЕГЭ, которые проходят школьники, или в будущем другие экзамены и тесты, которые проходят студенты. На данный момент компания фокусируется на едином государственном экзамене, как начальная стадия развития, но, в принципе, будет развиваться в сторону других тестов, других экзаменов. Я так понимаю, что у нас случились новые стандарты образования, хотя они уже далеко не новые, но, тем не менее, мы до сих пор не можем, как говорится, сгладить шероховатости. И компания «Максимум» — это такой некий проводник к новым этим самым системам, к новым способам тестирования знаний всевозможных граждан от детей до взрослых. Верно. А как, я так понимаю, в принципе, нам сложно, конечно, будет обойти тему ЕГЭ «хорошо это или плохо», и нет смысла это обсуждать, да? Но все-таки скажите, как вы лично относитесь к этой новой системе? Ну, в принципе, отношусь положительно. Отношусь положительно, потому что я могу посмотреть на то, что происходило в разных странах в мире, когда вводились подобные системы. Я думаю, у системы больше плюсов, чем минусов, но в целом, если так, резюме, система хороша, но ее надо улучшать, требуется эволюция. Почему? Почему она хороша? Введение стандартизации, таких экзаменов стандартных, которые проходят по всей стране в один день, они позволяют помочь и всей системе образования, и лично школьникам. Система образования позволяет сравнить весь поток всех одиннадцатиклассников, которые сегодня учатся в разных городах, и в то же время позволяет тому же школьнику в один день или в несколько дней сдать экзамены и получить шанс поступить в разные университеты, в разные вузы, которые иначе, ему пришлось ехать далеко, поступать, вступительные комиссии и так далее. То есть это социальный эффект такой. Социальный эффект и немножко легкость вот этого процесса поступления. То есть с точки зрения вот этих двух вещей это хорошо. Проблемы они в том, что система, конечно, введена очень быстро, очень агрессивно и очень абсолютно, я бы сказал. Система стала врасплох. Да, да, конечно. Конечно. И даже еще до расплох, вы понимаете, то, что получилось, что ЕГЭ в один, ну не в один день, через течение нескольких лет превратился в вступительный и выпускной экзамен. По сути дела, один экзамен, который проверяет все и знания, и глубину, и поступление, и сравнение, и так далее. И это очень сложно сделать, и из-за этого очень много трений, и вузы, и школы, и много критики. Если посмотреть на мировые системы, которые используют эти стандартные экзамены, в большинстве случаев он является только одним из критериев, а не один и абсолютный критерий. То есть какие-то школьные экзамены, которые проверяют глубину знаний, математики, языка. А есть также стандартный экзамен, который пытается сравнить всех. И тогда вузы берут все это вместе, смотрят на это как так называемое портфолио, и решают, кто попадает. И тогда есть какой-то баланс. Таким образом можно и смотреть на разные умения школьников, и проверять глубину знаний. Школы часто жалуются на то, что, в принципе, экзамен несколько поверхностный. И действительно, сравнить всех невозможно экзаменом очень глубоким, очень тяжелым, как Олимпиады, потому что это сравнивает очень сильных учеников. То есть, в принципе, если так вернуться к общей мысли, это хорошая вещь, она позволяет улучшать всю систему. Она позволяет находить талант в разных частях страны. Она позволяет ученикам поступать, дает шанс многим талантливым школьникам. Но не панацея. Но да. Не надо еще работать над ней. И она будет улучшаться. И, насколько мы знаем, она будет эволюционировать в ближайшее время, в ближайшие несколько лет. С помощью компании «Максимум» человек может только подготовиться именно к этому стандартному экзамену, или как раз и вот эту глубину своих знаний тоже как-то, я не знаю, установить. Установить и упрочить. Да, это очень хороший вопрос, на самом деле. Потому что, знаете, на сегодняшний день я начну с более общего описания того, что происходит. Так как был введен этот экзамен, появилось море компаний, групп, репетиторов, подготовлющих к этому экзамену. И в большинстве случаев это действительно критика вот этих всех репетиторов и компаний, что они, в принципе, натаскивают на экзамен, натаскивают учеников, только тренируют их как роботов подготовить к экзамену. Да, да. Наш подход несколько другой. Наш подход частично заимствован у мировых лидеров подготовки к экзаменам, а также разработан вместе с российскими экспертами. И он сочетает подготовку к экзамену, настроенный экзамен, а также фундаментальную подготовку к самой теме. То есть ученики, которые учатся у нас в течение целого года, они, с одной стороны, готовятся фундаментально к самому предмету, то есть изучают предмет и темы, и теорию, но также настраиваются на экзамен, очень фокусируются на экзамен. То есть мы смотрим, что нужно для успеха на ЕГЭ. Нужны фундаментальные знания, нужна тренировка, нужен настрой, нужна стратегия, нужна подготовка. По-за дела мы смотрим это как подготовку спортсмена к олимпийским играм, который, может быть, всю жизнь учился, всю жизнь работал, был отличным спортсменом, но к олимпиаде он готовится, чтобы быть в своей лучшей спортивной форме. Но ведь ЕГЭ не заканчивается образовательный процесс для ученика, это только начало. Ты сдал ЕГЭ, и дальше начинается гораздо более серьезное образование, выше, как правило. И можно ли после вашей подготовки говорить о том, что человек не только нацелен на сдачу именно ЕГЭ, но и у него появляется представление о методе вообще познания, и получение знаний, использование их как инструмента такого, ну, активного? Да, это тоже очень хороший вопрос. Первая цель, конечно же, подготовить к экзамену, чтобы он сдал. Но в процессе мы готовим его не только к самому специфическому материалу, мы показываем, как эффективно учиться, как эффективно готовиться, как настраиваться на какие-то барьеры, как достигать результатов. Это за год можно сделать? Смотрите, конечно же, это не то, что с нуля до ста баллов можно это сделать за год. Но курс занимает год? Есть курсы, которые занимают год, есть курсы, которые занимают и полгода, и несколько месяцев. И, конечно же, можно покрыть, и дать ученику, может быть, меньше за три месяца, чем за год, но все они тренируют учеников готовиться к... В принципе, ребенка надо готовить к экзамену, где-то, то есть если мы в одиннадцатом сдаем, в десятом приходим, да? Вы знаете, это, конечно, личный вопрос. Все находятся на какой-то своей ступени, учились 10 лет в школе, кто-то учился хорошо, плохо, очень хорошо. Вот каждый находится в своей точке А, из которой нужно пойти в точку Б. То есть вы еще и должны определить, на каком уровне человек находится. И с этого мы всегда начинаем. Мы начинаем с диагностики, такой полной диагностики по предмету, понимаем, где находится человек, что он делает, что ему нужно, и затем настраиваем и наши уроки, и наши технологические системы для того, чтобы ученик продвигался. Слушайте, логичный вопрос, который возникает у каждого человека, еще не сталкивающегося с ЕГЭ. Вот у меня ребенку 8 лет, он учится всего лишь во втором классе, но у меня уже, конечно, мурашки и волосы дымом, поскольку я смотрю на своих коллег и подруг, у которых дети взрослые издают ЕА и ЕГЭ, и это просто реально гигантский стресс для всей семьи. Почему нужно дополнительно ребенка готовить к ЕГЭ на каких-то курсах, с какими-то репетиторами? А что наши педагоги, чем они занимаются? Они не справляются или они просто не умеют и не понимают, как их не этому учили? Это вечный вопрос, актуален, я думаю, во всех, вовсюду, во всех странах мира. Я думаю, педагоги работают и стараются, и пытаются сделать максимум, и школа дает богатство знаний школьникам. Но в некоторых случаях, понимаете, тут есть несколько факторов. Внешкольные системы, такие как наша компания, такие компании другие в разных странах, они вкладывают очень много усилий в то, чтобы разработать очень продвинутые методологии. Подробнее об этом после новостей. Оставайтесь с нами вдоль, и мы говорим с Михаилом Мирковым. Новости. Еще раз здравствуйте. Сегодня мы вдоль с новыми системами образования в лице компании «Максимум» и ее генерального директора Михаила Мехкова оговорюсь, компания на рынке с апреля, правильно? По сути дела, с прошлого года, с 2012 года. Мы начали работать в 2012 году, и в апреле мы уже, то есть в конце предыдущего академического года, уже преподавали и готовили учеников. Так вот, мы с вами остановились на том, в чем же отстают педагоги, почему ребенка нельзя подготовить ко всем этим экзаменам просто силами его собственной школы. Да, но я бы даже не сказал «отстают», может быть, где они не продвигаются достаточно быстро. То есть педагоги работают и готовят, но они работают в данных условиях, в условиях системы образования, с большими классами, с отсутствием некоторых технологий или присутствием их программы, которая не меняется быстро, которая не гибка. Но и опыт все-таки у них немножко иной. И опыт у них немножко иной, да. То есть они сами, по сути дела, этот экзамен не сдавали, они не проходили его саму... То есть прочувствовать то, что чувствует ученик, когда это делает. А вы лично проходили, да, такие тесты? Ну, все наши, те, кто преподают, все наши преподаватели проходили тесты, все у нас проходили тесты разные в разных странах, но все, кто у нас преподает ученикам, это люди, которые прошли ЕГЭ по предмету и сдали его в лучших 2% населения. То есть сдали его отлично. Подождите, то есть у вас сплошная молодежь преподает? Ну, относительная молодежь. То есть у нас, да, средний возраст преподавателей может быть около 25-6-7, да, в зависимости от того, когда, где они сдавали. И мы очень-очень верим в этих людей. То есть мы, по сути дела, если мы уже так переходим немножко к преподавателям, мы верим, что преподаватели должны лучше, лучше с точки зрения знаний, лучше с точки зрения методик, лучше с точки зрения личностных качеств преподавателей. Вы лично их отбираете? Мы отбираем их буквально лично. Каждого мы отбираем тех людей, которые сдали ЕГЭ на отлично, которые поступили с помощью этого в отличные места, которые преподавали, были репетиторами, преподавали в группах. Затем мы очень-очень скрупулезно отбираем их с помощью психологических тестов. Мы проверяем не только умение знания материала, как решить задачу. Мы проверяем умение работать с классом, средства устойчивости, умение объяснять, умение учиться самим. И после этого проводим их очень тяжелую школу преподавания, которую они проходят в течение нескольких месяцев. После этого они становятся преподавателями у нас. Это какие-то существующие методики? Или вы что-то собственное разработали? Да, это частично методики, которые привезены из компаний мировых лидеров в подготовке к экзаменам и разработаны частично здесь с российскими экспертами. Мы тесно сотрудничаем с Высшей школой экономики в области развития преподавания педагогики, эффективной педагогики. И, по сути дела, вот так вот мы готовим этих людей. Эти преподаватели, они не только знатоки дела, они не только умеют решать и объяснить. Они, по сути дела, такие лидеры класса, наставники, старшие братья. Они берут, они понимают, как мыслят ученики. Они работают по структуре, работают с технологиями и, по сути дела, используют всю эту систему, технологии, подход, учебники. Все это разработано компанией для того, чтобы с одной целью, чтобы ученик преуспел. Сколько стоит этот курс родителю? Это варьируется в зависимости от длины курса. То есть, если сегодня репетитор стоит от 500-600 рублей в час и выше, и это довольно-таки низкая цена, то, в принципе, академическая цена за час у нас, она около 350 рублей, 400 рублей. Но у нас не учатся один на один. Но у вас много часов. У нас есть много часов, без сомнения, и у нас не учатся один на один, у нас учатся в группах. А сколько человек в группе? Это тоже зависит от... Каждая группа может открываться в разных размерах, зависит от предмета. Есть предметы, как математика, которые очень востребованы, предметы, как общество знания, немножко менее востребованы, но тем не менее. Группы бывают разные. Мы очень верим в обучение в группах. Мы не считаем, что обучение в группе — это хуже, чем учиться один на один. В некоторых случаях даже лучше. Потому что создается динамика обучения, дискуссии, вопросы, ответы. И конкурентная среда. В какой-то мере такая игровая конкурентная среда. И это позволяет преподавателю работать со всем классом, и он умеет это делать. Но мы персонализируем этот подход с помощью технологии. То есть технология обучения онлайн в мобильными девайсами, так называемые, она является частью интегрированной системы. И ученик, который сидит в классе, он сначала заработает в группе с преподавателем, приходит домой, получает личные домашние задания. Система наблюдает на тем, как он решает их, и дает ему какие-то подсказки, специфические задачи и так далее. А он успеет вообще все это вместе со школьной программой-то освоить и пройти? Это нелегко. Но если важен результат, а в 11 классе результаты важны, будущее предопределяется, мы считаем, что стоит в это вкладывать усилия и время. Те, кто начинают это заранее, те, кто начинают курсы такие годовые, у них это, в принципе, терпимо. Чем ближе к экзамену, вот бывают курсы интенсивные, по три раза в неделю, вот это уже, конечно, тяжело. Но там это самое время быть в лучшей спортивной форме. Поэтому мы предлагаем разные варианты и пытаемся убедить родителей, что надо лучше начинать это раньше, чем позже. Я напомню, 651099,6 наш московский телефон, код 495, наверняка у вас появятся вопросы к нашему гостю. И заходите на сайт Финам.фм, на страничку программы вдоль. Миша, расскажите все-таки, как вы вообще пришли в эту точку, как вы пришли к идее подобного бизнеса в России. И ведь у вас огромный опыт участия в подобного рода западных компаниях. Да, верно. По сути дела, оттуда все началось. Вы же там учились в Америке, да? Да. Я работал несколько лет в американской компании, которая называется Каплан, которая по всему миру такой лидер подготовки к экзаменам, всевозможным экзаменам, сотни экзаменов, которым компания готовит от Соединенных Штатов до Китая, Европы и так далее. То есть везде одного колледжа или high school недостаточно для того, чтобы поступить в приличный вуз. Ну, конечно. Эта индустрия очень-очень развита. Это в некоторых странах подготовительные курсы, на подготовительные курсы записываются до 90% сдающих эквивалентные экзамены. Там я прошел от преподавателя до руководства преподаванием до маркетинга и продаж. И, по сути дела, бизнес-девелопмент. То есть я занимал несколько ролей. Очень детально изучил эту индустрию, очень любил работать там. Но впоследствии я немножко ушел из этой сферы. Я учился в Соединенных Штатах, MBA. И затем работал в международной консалтинговой компании, Boston Consulting Group. Консультировал большие организации американские, глобальные. То есть педагогика вас в какой-то момент утомила? Ну, в какой-то момент просто так диверсифицировал, так сказать. Хотел изучить больше, чем педагогику. Хотел изучить финансы, другие аспекты бизнеса. И это был отличный период, очень много знаний. Работал с большими компаниями, маленькими компаниями в разных странах мира. Начал все больше и больше работать в России. И вот наблюдал за этим процессом развития ЕГЭ, стандартизации, подходов. Все, что происходит сейчас. ЕГЭ же у нас, по-моему, в экспериментальном таком порядке внедрили чуть ли не 10 лет назад. Да, действительно. То есть это не такая уж и свежая идея. Да, но тогда это был, так называемый, высокий риск. То есть его могли отменить в любой момент. Затем начались регионы, тестирование. И, по сути дела, в 2009 году он стал уже стандартом. И это не так давно. И то, что я наблюдал, что, в принципе, как и в большинстве стран, с появлением такого стандартизированного экзамена появилась невероятная индустрия. Огромная. То есть десятки тысяч репетиторов, сотни курсов, которые готовят. Но, к сожалению, то, что я видел, что, в принципе, это, по сути дела, направлено на короткий, большинство, многие из них направлены на короткую маржинальность, короткосрочную. То есть, по сути дела, это репетиторы, учителя, которые знания свои предлагают ученикам. И в тот же момент ученик приходит, начинает ему рассказывать, как решать задачи. И я же видел, как это делается в других местах более фундаментально. Вот такие компании, как Капланд, которые я описывал, открывают свои собственные исследовательские центры, которые изучают детально психологию, изучают экзамены. В них работают очень-очень серьезные сотрудники, которые понимают, как строить фундаментально правильные продукты подготовки. То есть, ведь действительно же бывает ситуация, когда человек знает, но психологически не готов к экзамену. И как только он садится перед своим тестовым заданием, все знания куда-то испаряются, и экзамен не сдан. То есть, сдать экзамен — это не только знать, это еще и уметь пользоваться своими знаниями и как-то управлять своей нервной системой, как минимум. Без сомнения. И к этому прийти нельзя, только объяснив, проведя семинар человеку. Важно быть стрессоустойчивым. То есть, понятно, что эти вещи не работают. Это достигается системой тренировки, подготовки. Вот, допустим, у нас ученики проходят перед тем, как идти на ЕГЭ, они проходят так называемый симуляционный марафон экзаменов. То есть, они проходят несколько экзаменов в реальных условиях ЕГЭ. Вот буквально у них забирают телефоны, они заполняют бланки, как будто бы это настоящий экзамен. И, сделав несколько таких экзаменов и разобрав их с преподавателем, понимая слабые стороны, и, по сути, влево приходят готовы в спортивной форме к экзамену. Это только одна из составляющих такого курса. А вот вы закончили школу в Советском Союзе еще? Да. В принципе, вы были воспитанником нашей старой доброй системы образования. Почему вы уехали учиться в Америку, и трудно ли вам было перестраиваться на их систему? Ну, обучение, знаете, в таких программах, как программа MBA, это глобальная программа, они очень интересны. Это возможность учиться со студентами со всего мира, узнать самые передовые бизнес-практики, методики в разных дисциплинах. Перестроиться? Да, непросто. Обучение там очень активное, очень настроенное на тренинг, очень настроенное на интеракцию, общение между преподавателем и классом. То есть это не односторонняя трансляция информации, а диалог, постоянный-постоянный диалог. И это, в принципе, так вот укладывается сегодня в моем мировоззрении, что вот преподаватель сегодня, вот человек, который просто транслирует знания, это немножко в какой-то мере, не хочется никого обидеть, но в какой-то мере преподаватель прошлого. Потому что сегодня, если я школьник, я хочу узнать, как решается задача в математике какая-то. Есть интернет, и там есть десятки, сотни видов решений той же самой задачи. Просто на любой вопрос есть несколько вариантов ответа. Конечно. Информацию получить сегодня можно. Если когда-то не было этого, и нужен был учитель, который расскажет, сегодня информацию я могу получить. Поэтому учитель сегодня должен быть гораздо больше, чем каналом трансляции информации. Он должен быть тем, кто мотивирует, кто-то создает атмосферу учебы. И умеет пользоваться информацией. Учит пользоваться информацией. Умеет альтернативно ее объяснить. Умеет настроить ее на понять ученика, понять его пробелы и объяснить это. Это более комплексный подход. И вот так мы тренируем своих преподавателей. Вот так вот именно на это. Быть таким наставником, понимающим, гибким, мыслящим, использующим разные методы для того, чтобы достичь результата. А вы свой первый ЕГЭ помните? Ну или тест экскурсионный? Конечно. В свое время я сдавал для того, чтобы поступать в те же университеты. Это нелегко. Это нелегко. А как вы со стрессом боролись? Тренировка. Тренировка и правильные наставники. То есть это сочетание. Тренировка и правильные наставники. То есть вы тоже пользовались репетиторами там, в Америке? Да, я в свое время пользовался курсами подготовки такими. И очень важно понимать, что ты выбираешь правильное место, приходишь к тому, кто знает именно, как подготовить. И поэтому в том числе то, что мы делаем сейчас, мы удостоверимся в том, что мы знаем экзамен досконально, от А до Я. Не просто по тому, что публикуется про экзамен. Мы исследуем очень детально. Есть люди, которые только работают, вся их цель – это работать над изучением экзамена и знать все его ингредиенты. Мы говорим о современном образовании. У нас в гостях Михаил Мехков, генеральный директор компании «Максимум». Продолжим после новостей. Новый. С нами генеральный директор компании «Максимум» Михаил Мехков. 65 10 99 6 Московский телефон. Есть сайт «Финам.Фом». Заходите на страничку программы «Вдоле». Михаил, все-таки как вы решились на то, чтобы начать бизнес в России? Бизнес в области образования? Ну, вот, как я говорил, наблюдая за тем, что происходит, я понял, что, в принципе, нет хорошего решения проблемы. Существует проблема. Создалась проблема после того, как был введен ЕГЭ, и не существует хорошего решения. Существует много разных неконсистентных решений, репетиторов, курсов и так далее. Хотелось создать что-то правильное. Правильное, так фундаментальное. И, можно сказать, бренд, и курсы, и имя, которому можно будет доверять, которому родители могут спокойно обращаться и понимать, что там знают, что такое экзамены, они знают, как готовить, у них есть стандарт качества подготовки. И я видел в других странах мира, что это можно сделать. Существует специфика российского уровня ЕГЭ. Вот, я только хотела об этом спросить. Привить эту западную красивую идею на российской почве, наверное, было не так просто. Это не просто, это процесс. Мы до сих пор в процессе. Мы еще не существуем пять лет, и нельзя сказать, ретроактивно посмотрев, вот это. Ну, а вот расскажите поподробнее про российскую специфику. С чем пришлось в первую очередь здесь бороться, там, не знаю, что преодолевать. Ну, в первую очередь, вот, именно репетиторство, репетиторы как таковые, это, по сути дела, все еще по умолчанию выбор родителей в России. Хотя, если посмотреть на, вот, было исследование в 2012 году, опросили большое количество, большое количество родителей, спросили их, что вы думаете о репетиторах, что вы думаете о том, как ваш ребенок готовился к репетиторам, дали возможность ответить, там, вот, очень плохо, плохо, средне, хорошо или очень хорошо. Хорошо или очень хорошо, ответили 8% отвечающих. Остальные недовольны. Остальные или нейтральны, или нейтральны, или в какой-то мере недовольны, но, тем не менее, спрос на репетиторов растет, и цены растут, и, то есть, есть проблема, есть проблема, и эту проблему не решают. Мы сталкиваемся с тем, что все-таки люди привыкли вот к этому, по умолчанию это, нам приходится не только делать правильные продукты, и создавать правильный курс подготовки, нам приходится убеждать, немножко беседовать более глубоко с родителями, объяснять, делать, представлять наши продукты, делать открытые уроки, показывать, как можно готовиться правильно. И в прошлом году уровень удовлетворенности наших учеников и родителей был очень-очень высокий. То есть, мы видим, что, в принципе, несмотря на разницу, несмотря на специфику, после того, как строится правильный продукт для России, он работает. Он работает хорошо. Ученики улучшают свои баллы, они довольны, они вовлечены. Но внедрение таких вот правильных продуктов берет время. Это берет время. Это берет время и усилия объяснять. И мы вкладываем эти усилия для того, чтобы... А российские ученики вообще, я не знаю, по своим способностям, по ментальности, по той системе образования, в которой они все-таки находились до ЕГЭ, они другие, чем западные дети? Они немножко другие. Сейчас существует просто два таких полярных мнения о нашем образовании. Первое, о том, что оно по-прежнему одно из лучших в мире, гораздо более глубокое, фундаментальное, что там люди в 30 лет постигают то, что мы уже узнали в 18. А с другой стороны, наоборот, что наше образование неликвидное, на Западе непригодное, что уже вымерла старая школа, а на новой почве растут какие-то чахлые деревца, и, в общем, наши дети никаких знаний, которым в жизни пригодятся, не получают в школе. Да, но я думаю, как всегда, в таких спорах, да, конечно, это, наверное, не одна из крайностей. Но в чем специфика русского ребенка? То, что мы видим, это знания, знания есть, учиться дети умеют, но с точки зрения применения знаний, практики и готовности идти на контакт, обсуждать это более динамично, вот тут над этим мы работаем. То есть операционная система загружена, но как бы... Настройки, приложения вокруг... Применение, использование практически ее не очень налажено. Да, ее не очень отрабатывают. Не все, опять же, это обобщать, наверное, неверно, потому что есть разные школы, разные педагоги, разные ученики. Но, в принципе, в среднем мы видим такого вот, если мы сравним с американским учеником, который приходит, он настроен с детства учиться. Может быть, он учится не так глубоко, как российский школьник, но, с другой стороны, он постоянно строит на то, чтобы показать эти знания, уметь показать, уметь использовать это на экзамене, чтобы сдать лучшее, уметь рассказать о себе. Уметь персонифицировать, да, все, что ты знаешь, то есть сделать это своим личным знанием и мнением... Знанием-то, инструментом, да. И его как-то выдать на гора. Да, вот. И это достигается в том числе, потому что система настроена это и в том числе, потому что ученики, в принципе, они немножко более открыты к другим, к диалогу, к общению. Но мы над этим работаем. Я думаю, что разница они огромная. То есть мы видим, получается, отличные, отличные курсы. Ученики вовлекаются в процесс, работают, учатся и достигают результатов. Когда вы начали компанию, у вас была, видимо, уже, как была идея, был прекрасный опыт и бизнеса, и педагогики. И была, наверное, какая-то на руках концепция, может быть, даже уже весь этот курс был расписан. С чего вы... я не знаю, как вы начали? Вы нашли помещение или вы стали собирать персонал? Или вы сразу стали давать объявления и набирать базу учеников? Как этот бизнес вы стали строить? Да, это хороший вопрос. То есть мы его стали строить в первую очередь с фундамента, с продукта. То есть мы нашли несколько специалистов российских, глубоко, очень хорошо знакомых с экзаменом. Мы нашли специалистов, привезли, по сути, специалистов из вне России, русскоговорящих специалистов, которые имеют опыт в продуктах и стали создавать продукт. В первую очередь мы создали концепцию, создали продукт. И только после этого мы начали работать уже больше с рынком, так сказать. То есть публиковать это, приглашать учеников и проводить первые курсы. Мы начинали с пилотных курсов, проверить, работает ли концепция. Поняв, что это работает, мы начали работать уже более масштабно. А на какой территории вы это делаете? Где мы преподавали? Делали, да. То есть вы начали с пилотных курсов. То есть вы арендовали аудиторию? Сначала мы арендовали аудиторию у партнеров, у вузов. А сейчас уже, конечно же, это делаем на своих территориях, в своем учебном центре, в своих классах. Где это территориально? Метро Курска. В центре. В центре, да. И также мы продолжаем работать с партнерами, некоторыми преподавая также у них, не только у себя, для того, чтобы было близко к некоторым другим родителям, у которых живут в других районах Москвы. Вот. И, в принципе, начиналось с этого. То есть в первую очередь это команда людей, которые умеют, опыт знают, имеют опыт. Затем построение процессов. Наш процесс, он фундаментален. Мы изучаем экзамен, мы знаем все про него, мы знаем все про подготовку, и только после этого мы превращаем это в инструменты, в курсы, куда уже приходят ученики и учатся. А бизнес-модель тоже была взята, ну, с каких-то западных образцов? В какой-то мере, ну, конечно же, опять же, она не может повториться, она очень уникальна, очень уникальна. Когда я беседовал с экспертами на Западе по поводу идей, многие из, в этой индустрии были, говорили мне, ну, в принципе, концепция, она вот, может быть, работает в разных странах, но вот когда мы запускали ее в Китае, там все было по-другому. И в России, мы уверены, все было по-другому. И действительно, немножко по-другому. А что по-другому? Ну, в принципе, готовность с точки зрения бизнес-модели, тут зависит, это ценовая политика, и готовность родителей посылать ученикам такие курсы, и кто преподает, и какие преподаватели, и сколько преподавателям платить, да. Мы вообще придерживаемся концепции, что преподавать должны лучше. Мы отыскиваем людей буквально очень много вкладом в этот процесс. У нас, после того, как мы отбираем людей на бумаге, мы потом проводим процесс отборов, из которого остается 2-3%, которые становятся нашими преподавателями. И потом мы предлагаем им... Три человека из ста. В среднем, да. Это уже после первого отбора. И потом мы предлагаем им очень хорошие условия, потому что мы считаем, что преподавать должны лучше, и они должны быть компенсированы за это, они должны вкладывать в эту душу, они должны хотеть это делать. А вам пришлось инвестировать на начальном этапе какие-то собственные средства или привлекать инвесторов? Да, конечно. Я думаю, это сочетание двух этих стратегий. Привлекать внешних инвесторов и вкладывать в собственные средства. Тут вам пригодился ваш опыт в консалтинговом бизнесе и финансовом? Без сомнения, без сомнения. Это помогло и объяснить идею людям заинтересованных и инвесторам заинтересованных в этом, а также найти партнеров, таких как мы работаем с высшей школой экономики и другие, которые сегодня работают с нами, несмотря на то, что мы стартап, но они понимают, что мы приносим очень новые идеи, инновационные идеи, мы разабатываем их вместе. Вы какой-то очень основательный стартап. Стартап с такой глубокой концепцией, действительно, с таким научным подходом. А вот тоже, вот вы говорите, я поговорила с такими экспертами, с сикими экспертами. Откуда вы взяли всех этих экспертов? Как вы к ним подобрались? Это все тоже из прошлой жизни? Не только, не только. Из прошлой и из новой жизни. Но я думаю, что эксперты делятся мнением. Их много. Есть знатоки экзамена, есть знатоки, есть люди очень опытные, есть отличные педагоги, отличные репетиторы. Ну вот вы приходите к человеку и говорите, я придумала уникальный проект, стартап, с помощью которого люди смогут сдавать ЕГЭ, как щелкать семечки. А у вас есть знания? Поделитесь. И люди прямо бескорыстные? Ну, есть разные модели сотрудничества. Есть люди, которые на первом этапе советуют несколько советов, а затем становятся сотрудниками или становятся частичными советниками, и тогда это уже переходит на другие рельсы немножко. Сразу вспоминается болгаковский консультант. Вот, да. Но это ключевой фактор. Да, мы, может быть, фундаментальный такой стартап, но мы верим, что в образовании, в отличие от многих других отраслей, где можно быстро, потихоньку делать вещи, создавать мини-продукты и преуспевать расти, в образовании важно сделать вещи правильно. В итоге, в итоге в этой сфере то, что не хорошие вещи, они не продлятся. То, что сделано в скорую руку, не будет работать в итоге. А инвесторы российские или западные тоже? Российские. А скажите, пожалуйста, вам пришлось в процессе создания этой компании сталкиваться с российской системой образования в виде каких-то ее там непреодолимых стандартов и каких-то отдельных чиновников? Вы вообще взаимодействуете с ней? Потому что ведь, я не знаю, у нас можно в стране заниматься образованием исключительно частным образом, не входя в контакт с государственной образовательной машиной? Ну, в принципе, это зависит от того, насколько действительно мы чем-чем и занимаемся. То есть стать университетом, конечно же, нельзя. Но мы общаемся. Мы общаемся с министерством, с департаментом образованием. Нам интересно не то, что мы работаем близко, но мы пытаемся узнавать больше информации, работаем с людьми, советниками, которые также работают с министерством. Мы пытаемся знать, изучать экзамен и всю инфраструктуру. Допустим, мы также работаем с вузами. Вот, допустим, в ближайшие выходные мы организовываем такой образовательный форум, на который приходят 15 лучших вузов столицы, а также будут представители министерства образования, будут представители Федерального института педагогических измерений, которые готовят ЕГЭ. Мы создаем такой форум, где будут и дискуссия по поводу поступления, измерения поступления, измерения экзаменов. Там будут учителя и будут школьники. То есть мы пытаемся общаться со всей вот этой вот средой для того, чтобы быть умнее, понимать проблемы, понимать барьеры и строить соответствующий продукт. Вы как стартап на рынке год с небольшим, и сейчас вы собираете вокруг себя такую серьезную, вот вы говорите, форум, компанию серьезных людей. Да. А как вы их, как и почему они к вам пойдут? Ну, потому что им, потому что концепция, опять же, мы придумали... За год обеспечить себе такой кредит доверия со стороны разных образований, там, не знаю, и вузов, и министерства, и каких-то других? Это хороший, это очень хороший вопрос. Наверное, здесь это скорее на границе между искусством и наукой. То есть это нет четкой формулы как. Но началось с того, что мы представляли свою идею разным организациям, и она им нравилась, и они становились нашими партнерами. И потихоньку их стало больше и больше. И новые идеи, которые мы предлагали, нравились. То есть идея вот этого вот форума понравилась вузам. И они согласились на участие все 15 лучших, опять же, лучших, это субъективное определение, но известных вузов столицы. Идея им понравилась, они становятся партнерами. Вот так вот за год можно покорить всех. Продолжим после новостей. Оставайтесь с нами в доле. У нас в гостях Михаил Мехков. Ох, этот больной вопрос про образование наших детей. Сегодня мы пытаемся найти, пусть не универсальное лекарство, но все-таки какие-то витамины, которые помогут нашим детям вырасти в образовании. Вместе с Михаилом Мехковым, генеральным директором компании «Максимум», который занимается подготовкой детей к, ну не только к ЕГЭ, да, к различным новым образовательным процессам и стандартам. Скажите, пожалуйста, вот все-таки мы с вами много говорили о возможностях, о том, что это действительно классная концепция, но с другой стороны, это ведь очень ограниченному количеству людей доступно. С точки зрения даже не только финансовой, но и географически. Вы находитесь в Москве, да, то есть далеко не каждый родитель даже в Москве может позволить себе помочь своему ребенку получить дополнительное образование в виде этих курсов. А что всем остальным делать? Как вы думаете? И возможно ли, что когда-нибудь подобные программы станут доступнее и перестанут быть так страшно далеки от народа? Далеки географически и финансово. Да, да, скорее экономически. Экономически. Ну, и... Потому что можно же здесь через Skype делать, в принципе, наверное. Это, кстати, отличный момент, потому что мы, наш следующий этап развития, который мы запускаем уже сейчас, это, по сути дела, технологии онлайн. Да, и на обучение онлайн смотрят с разных сторон, компаний, правительства, школы, все. Но сейчас происходит действительно революция в онлайн образовании, и мы стремимся вот этот наш подход, вот эту нашу систему, по сути дела, скопировать и переставить онлайн ученикам. Невозможно полностью, полностью скопировать вот атмосферу в классе, невозможно ее перенести в онлайн, невозможно настолько контролировать и мотивировать учеников, сидящих перед компьютером, перед компьютерами. Но сегодня существует множество подходов и методик для того, чтобы создать интерес и вовлеченность онлайн, и мы собираемся это делать. И онлайн это уже, наверное, другие деньги. Это, соответственно, это другие деньги, это доступно в любой момент, вне зависимости от времени дня. Это возможность общаться с большим количеством людей, это возможность повторять очень много. То есть это хорошо, может быть, хорошо не всем. То есть, может быть, некоторым, да, все-таки нужно будет с точки зрения дисциплины или начальной дисциплины прийти в класс, встретить кого-то лично. Но сегодня все больше и больше есть методов обучения онлайн и мотивирования учеников, и поэтому это мы будем делать. Я думаю, что, в принципе, если мы посмотрим, вот то, что вы говорите про финансовые барьеры, в принципе, во всем мире онлайн образование сегодня воспринимается, как тот, как тот, такая волна, которая вот эти вот барьеры уберет, и они исчезнут, и, по сути дела, образование будет гораздо более доступно всем ученикам во всем мире в разных университетах. И мы пытаемся это сделать тоже. Сейчас, пока компания небольшая, я так понимаю, что спрос все-таки есть, и он немалый, да, даже в московском регионе. Я думаю, что спрос очень-очень большой. Какой поток детей сейчас проходит через вас? Приблизительно? Сколько классов, сколько человек? Ну, у нас это сотни учеников, которые приходят к нам, родители, заинтересованных больше. Опять же, тут есть процесс изучения новой системы, привычки родителей к новой системе. Но с нами общаются очень много родителей. А всякий ребенок поступает на ваши курсы? Или все-таки у вас тоже есть некий отбор? У нас есть некий отбор, потому что мы должны быть честными с родителями. То есть если приходит ребенок, который совсем никак не учился, или у него огромнейший пробел, то есть совсем не то, что на нуле, мы не всегда сможем ему помочь в короткий период времени. Мы не будем брать на себя задачу, которую невозможно решить. И все зависит от ожиданий. То есть если приходит человек, который не знает ничего и хочет получить 100, то мы объясняем тем родителям, что, в принципе, есть много преподавателей, обещающих 100, но 100 баллов получает 80, сдающих математику по всей стране. А больше, чем 82 балла, получает 3% сдающих. То есть если ожидания нереальные, мы пытаемся объяснить, что мы можем сделать. В принципе, вот эти курсы даже, они не могут заменить образование школьное. И мы не пытаемся это сделать. Мы считаем, что школа, у нее есть очень важная роль, она в течение многих лет учит и воспитывает очень глубокие знания. Мы должны улучшить и подготовить человека в течение года или 6 месяцев максимально сдать на хорошую оценку и дать ему навыки сдачи экзаменов, подготовки, дисциплины, изучения материала эффективно. С точки зрения развития этого бизнеса, какой вы видите потенциал? Ну, потенциал, в принципе, сегодня он огромен. Несмотря на то, что мы говорим о том, что далеко не всем, не всякому, ну, как сказать, не всем слоям населения это экономически и географически доступно, все равно потенциал огромен. Я думаю, что потенциал огромен, он включает в себя и другие географии, и немножко, и дополнительные экзамены, и онлайн-подготовку. Он сегодня просто огромен. И вот трудно даже оценить, сказать, вот он потенциал, поставить какую-нибудь цифру, сказать, вот столько. Это сложно. Он будет развиваться, эволюционировать. А с точки зрения просто прибыли, с точки зрения тех денег, которые вы на этом, на себя и свою семью зарабатываете, вас это устраивает? Ну, конечно, на этом этапе устраивает, но на данном этапе фокус наш не на заработок. На данном этапе мы пока что строим фундамент. Мы хотим показать родителям, детям и другим партнерам, что это возможно сделать, можно делать правильно, консистентно, постоянно, эффективно. В тот момент, когда это будет работать, тогда уже можно будет говорить о том, насколько он, насколько тут о заработке на длительный период. Сейчас мы строим правильный продукт, который работает, который помогает нашим клиентам, школьникам, родителям. Вы в этом бизнесе в большей степени кем себя все-таки позиционируете? Бизнесменом или педагогом? Ну, вот в данном случае это сочетание, то есть так как я провел очень много времени и сам преподавал, и понимаю эту систему, по сути дела я так вот колеблюсь между этими двумя ролями. В основном моя цель это построить эту организацию и процессы, поэтому тут есть элемент бизнесмена очень существенный, но тем не менее нельзя отрываться от того, что мы делаем, чем мы занимаемся. И это не просто бизнес, это бизнес образования. В образовании надо делать правильно, надо делать правильный продукт, и надо понимать детально, глубоко, чем мы занимаемся. Но я еще и понимаю, что у вас есть очень амбициозное стремление изменить общественное мнение относительно дополнительного образования, да? Поскольку вы уже говорили об этом, российские родители скорее доверяют какому-то частному лицу, какому-то отдельно взятому репетитору, нежели компании, которая готовит и курсы, и классы, и не один на один. Верно. Как вы чувствуете, получается у вас это? Я думаю, что сегодня уже есть сегмент населения, который готов к этим новшествам, который понимает ценности этого. С остальными мы работаем, работаем, объясняем, находим контакты, рассказываем, со временем это произойдет. Это произошло всюду. Это произошло, если посмотреть на страны от Китая, Индии, до Соединенных Штатов, Европы, очень разные культуры, очень разные подходы. Можно сказать, что Россия уникальна, это никогда не произойдет, но мы в это не верим. Мы видим, что это уже продвигается, уже работает. Будут ли у вас курсы для взрослых все-таки? Ведь взрослым людям тоже приходится сдавать экзамены, и непривычные для себя формы экзаменов, те же тесты. Конечно, конечно. Мы это привыкли к другому? Да, конечно, будут. Это вопрос просто развития бизнеса. Мы пока что фокусируемся, чтобы правильно сделать одну часть, и затем будем развиваться также в экзамен для взрослых, для других степеней, для профессиональных экзаменов, финансовых и так далее. А как вы думаете, в целом глобально все-таки удастся ли нашему российскому образовательному процессу стать адекватным и ситуацией, и менталитету, и готовности учеников и педагогов в нем полноценно участвовать? Потому что действительно у меня тоже есть такое ощущение, что, в общем, ЕГЭ, наверное, это неплохо, но альтернатива тоже бы какой-то хотелось, например, чтобы хотя бы человек выбирал сдавать ему ЕГЭ или как-то по-другому свои знания тестировать? Или если уж все сдаем ЕГЭ, то тогда и процесс образовательный должен каким-то образом, наверное, по-другому строиться? Насколько мы знаем, очень много работы проделано и делается в этом направлении. Я думаю, что с точки зрения и государства, и с точки зрения министерства, и с точки зрения других организаций все очень внимательно это смотрят и пытаются его оптимизировать. Я думаю, что все понимают, что процесс еще не оптимален, и он пройдет какую-то революцию. Я не знаю, отменят ли, правильно ли делать ЕГЭ таким выбором. По желанию. Да, потому что, в принципе, тогда теряется эффект сравнения всех каким-то образом. Но он не должен быть одним единственным фактором, по которому поступают, потому что надо посмотреть, есть разные дети, разные подходы. Не все смогут успеть, и надо увидеть талант не только с точки зрения ЕГЭ. Но я думаю, это произойдет в итоге. Поэтому, я думаю, очень много работы ведется с разных сторон. Усиление высшего образования, работы со школами. Мы видим очень много интереса, мы общаемся с директорами, с учителями. Очень много интереса, как это сделать, как сделать более правильно, как организовать процесс, как подготовить детей. Я думаю, что, в принципе, будущее, но стоит смотреть с оптимизмом. У вас семья, маленькие дети, вы стартапер. На что вы тратите свои деньги, кроме бизнеса? Что вы можете себе позволить? Какие милые радости? Ну, это в основном, конечно, на семью. В основном, семью с целью обеспечить какую-то рутину, какие-то праздники, какие-то вещи маленькие для семьи. Но в основном так. То есть время делится между семьей очень бинарно, так как стартап занимает очень-очень много времени. Поэтому все старшееся время, оно уходит на время с детьми, и, соответственно, на этой тратится ресурс. Спасибо огромное, Михаил Мехков, генеральный директор «Максимум». Эта компания была с нами сегодня в доле.